Привет, народ! Добро пожаловать в наши посиделочки, место, где мы с вами обозреваем разные сериальчики. Сегодня это не обзор, а просто такое имхомнение по завершению. Если вы пришли, хотите, чтобы кто-то вам объяснил, рассказал в деталях, пасхальные яйца вывалил на вас, этого не будет, это не у меня. Здесь вот больше мое финальное мнение, как создатели сериала сказали, что Локи — это книга в двух частях. Первый сезон — это была первая часть книги, и второй сезон — это была вторая часть книги, что типа уже всё, история завершена, что третий сезон, не надо раскатывать губы, ничего не будет. Кстати, обратите внимание, я сегодня футболочку наконец-то по делу одел. У меня футболка с Локи уже висела хрен знает сколько, и всё никак. У нас обзоры по марвеловским проектам, сериалам особенно, особо не заходили. Но здесь вы все прям писали, дядя Вова, расскажи, что ты думаешь, как тебе концовка. Вот честно, я хотел даже плюнуть, бросить, хотел даже уйти, даже не хотел досматривать. Первый сезон мне вполне, в принципе, понравился. Там у него и оценки были классные, и концовка была замечательная. Давайте переключимся на другой экран, где можно получше видеть. Со всеми этими вариациями Локи. Кто у меня на канале давно знает, что те знают, что я большой любитель разных историй, где происходит именно временной поворот. Та же самая, когда Гермиона крутит свои маховики времени или взмах крыла бабочки. Беги, Лола, беги. Это всё из моего гардеробчика. Я очень люблю, когда вот именно кто-то что-то поменял в истории, и благодаря этому что-то поменялось. Второй сезон. Мне казалось, что всё такое вторичное, что я уже всё это где-то видел. Многие сцены мне казались безумно глупыми. Это будильник цифровой со своими инфотильными чувствами. Мне казалось, всё это такое безвкусное, ненужное. И у меня было чувство, что я трачу время, что испортили хорошего персонажа, по которому я кайфовал. Я когда посмотрел первый сезон, я всем рассказывал, да, смотрите Локи. И мне так кажется, опять-таки, я могу быть не прав. Но первые четыре серии, это вообще было ни к чему и никуда. Если вдруг вы не смотрели вообще сериал, или думаете, смотреть ли второй сезон или нет, мне кажется, вы можете спокойно посмотреть последние две серии, пятую и шестую. И у вас будет чувство, что вы посмотрели хороший, качественный sci-fi, научную фантастику, с интересными прыжками во времени. Вот смотрите, если когда вы смотрели сериал Lost, я уверен, что вы смотрели сериал Lost, я не знаю таких людей, которые бы не смотрели, остаться в живых. И помните, там была временная линия с Дезмонтом, когда он, его там пропитало разными радиоактивными волнами, и он мог перемещать свое сознание в другое время. И вот он мог прыгать, и ему нужна была константа. И вот благодаря этой константе, это Пенелопи, его возлюбленная, вот он где-то так смог закрепиться, и все встало на свои места. Пенелопи же у него была, да, константа. Ну, в общем, нужна была константа для того, чтобы закрепиться. Мы тут видим тоже, Локи кидает из стороны в сторону, как он именно находит способности в себе для того, чтобы закрепиться, понять, что важно в его жизни, как именно манипулировать временем. Замечательно. Замечательно вот эти две последние серии с каждым персонажем, с каждой своей временной историей. Все объясняется. Особенно мне, конечно, понравилась вся линия с его другом, который, оказывается, писатель, пытался протолкнуться и фантастические книги. Дядя Вова прям почувствовал себя немножко так. Думаю, блин, а может мне тоже со своими книжками иметь в эти библиотеки, в разные книжные магазины, совать свои книжки на полках, потом подходить, я хотел бы купить вот эту вот книжечку. Идите, покупайте. Очень-очень интересно. Ну, прикольно. Прикольно. Мне последние две серии, и хорошо, что я их посмотрел залпом. Мне понравилось все. Отсылки даже к тому самому первому фильму, где у нас держится Локи за этот молот Тора, и вот когда он отпускает и летит там, то он ему, нет, не уходи, а он улетает, падает куда-то в бесконечность. И тут тоже вот он уходит, с ним прощаются. И разные отсылки к тому, что он всегда хотел быть вот этим вот богом, который контролирует, манипулирует. И в итоге он стал богом, которого, знаете, как герой, которых мы заслужили, да, бог, которого мы заслужили. Но опять-таки бог не с большой буквы, а с маленькой. Очень многого для меня лично было отсылок ко дню сурка, когда вот он говорит так, мне нужно вот это вот кое-что выучить. Сколько времени займет на то, чтобы вот это выучить? Ему говорят, ну, даже не десятилетия, наверное, а тысячу лет. И потом надпись тысячу лет спустя. Это точно так же, как во дне сурка, да, этот хотел научиться играть на пиано, и он каждый день приходил, он становился лучше и лучше. Для этой женщины он приходил вообще в первый раз. Точно так же и здесь он научился прыгать во времени. Столько раз прыгал для того, чтобы все понять, чтобы все осознать, что потом можно было на компьютере пароль вводить спокойно, чтобы можно было заканчивать предложение каждого, чтобы рассчитать. Вот точно так же, как в дне сурка, он говорил, что я не бог, а вот я чувствую себя богом. Кстати, у меня обзор, по-моему, на день сурка, где-то на канале еще имеется. Потому что он в списке 100 лучших фильмов. В свое время начинал, у нас была такая задумка, то есть 100 лучшим фильмам сделать обзор. И вот он там тоже ходил, знал, в какой момент там котика надо спасти, кого сохранить, чтобы через дорогу не приходил, чтобы его не сбили. И в конце вечером в ресторане все его благодарили, все знали, все его любят. И вот как-то наподобие здесь, только в меньшем формате, у него вот эта вот маленькая группка друзей, ради которых он готов пожертвовать даже собой. Замечательно, замечательно. Весь диалог, сама игра с вот этим вот Каном, да, тот, кто вне времени, да, как мне понравилось, вот этим вот останавливанием времени. И когда он говорит, а кто тебе сказал, что это мы с тобой в первый раз ведем этот диалог, или это в первый раз диалог для меня. И мне так понравилось, когда я, ладно, засчитываем тебе бал. Ребят, вот последние две серии, это вот прям точное попадание в мой жанр, в то, что мне нравится. Кстати, мне так понравилось название, да, Science Fiction, что оно не вместе написано, а что наука и фантастика. Вообще, в английском языке, когда ты говоришь Science Fiction, люди подразумевают, это научная фантастика книжки, да. Поэтому и сокращенно оно называется Sci-Fi. И вот здесь точно так же, отчасти есть наука, и отчасти есть фантастика. Наш любимый Азик Азимов, он говорил, что любая фантастика, она должна быть реальной. Замечательно. Вот тут вот все очень хорошо. У меня была большая проблема и претензия к этому сериалу, что они сократили каст, и все стало похожим на театральную постановку. Но я сейчас начал смотреть Маяк 23, посмотрел только первую серию. Вот где театральная постановка двух актеров. Ну, хорошо, ладно, трех и одного голоса за кадром. То здесь, конечно, актеров побольше. Интересно, интересно, выдержано, выдержано. Буквально тоже, когда я рассказывал вам про Марвелов, я возмущался о том, что может случилось то, что приелась нам вся эта супергеройка. Но вот в этих двух сериях меня не отвлекало. Я понимал, что это часть вселенной Марвел. Я понимал некоторые отсылки. Некоторые отсылки пролетели мимо меня. Мне правда нужно будет пойти посмотреть какие-нибудь там отсылки, пасхальные яйца. Есть каналы, например, New Rockstars. Они вот, я знаю, у них точно видюха выходила, мне в рекомендациях попадалось. Они вот прям проходятся по кадрам. Мне очень нравится, что они даже музыку разбирают. И они и с технической стороны подходят, и с литературной стороны подходят. И база. У них очень много людей, конечно, работает. Два фронтмена, которые разговаривают на камеру, как правило. Но у них большая команда писателей, и они вот выискивают разные пасхальные яйца, отсылки к комиксам, к разным предыдущим фильмам. Так что, если вы хотите посмотреть вот хорошие именно отсылки и разборы, это вот лично мой канал, который я рекомендую, который я периодически смотрю. Если мне какой-то фильм понравился, мне нужно узнать, какие отсылки. Вот не чувствуется, вот тут была отсылка. А какая отсылка, может быть, непонятно. Всегда они отвечают на этот вопрос. Это не реклама их канала за деньги, а реклама от сердца. Замечательно. И оценки, вы посмотрите, они тоже говорят сами за себя. На последнюю серию пришло 17 тысяч человек и наголосовало 9.6. Это, ну, восхитительно. И я надеюсь, может быть, это каким-то образом дойдет до людей, которые стоят во главе, которые ответственны за сериалы. Что, насколько провалилась Secret Invasion, да, секретное вторжение. Вроде там и графиково. И там дофига актеров были, дофига массовки было. Там вот эти шейп-шифтинги. И у нас эта мать драконов себя силой втянула абсолютно всех разных генетических персонажей каким-то образом. да, вот она питала, потому что они скроллы, они это могут. И как бы вроде бы вот это все, но в итоге ты чувствуешь, что какая-то жвачка, которую уже кто-то давным-давно пожевал. дядя Вова из 80-х, простите за такую аналогию, ну, было такое, когда ты малой в Советском Союзе, и кто-то там кому-то привезли жвачку, и всем двором ее по очереди сживали. И вот такое вот впечатление, что последние многие проекты Marvel, они вот эта вот жвачка, которую уже сживали, переживали, и уже ничем невозможно удивить. То вот здесь может потому, что они перестали относиться к аудитории, к к даунам каким-то. Я прекрасно понимаю, что целевая аудитория это подростки. Я прекрасно понимаю, что нужно сделать, ну, давайте мы будем делать сложнее сериалы, чтобы подростки пытались понять, что там, для того, чтобы подростки подтягивались, не отуплять книги и сериалы для того, чтобы это было понятно подросткам, а наоборот подтягивать подростков на вот этот интеллектуальный уровень. Естественно, тут все было печи торти. Да, там какой-то момент, когда они там на спагетте распадались, да, там были какие-то страшилки, но так-то, в принципе, все в рамках подросткового сериала, но умно, рассказано, и мне, 41-му летнему дядьке, было очень интересно посмотреть. такая научная фантастика с элементами, с небольшим кастом, без каких-то, наверное, супер-пупер денег, но может графику вложили в конце, когда вот он собирает все эти линии, оживляет, и когда вот он садится на этот трон, который под ним собирается, вот эта вот красивая аналогия с деревом, да, что вот у нас раньше там все это подрезали, обрезали, а теперь вот давайте у нас корневая система есть, и вот крона у дерева есть, и цветокоррекция, про которую я 150 раз уже на этом канале рассказывал, там же тоже видно, что дерево, которое тут зеленое, потому что это же цвет Локи, да, а там вот пошли ответвления, вот эти вот пурпурные мультивселенные, ну, замечательно, ребят, вот хорошо, вот это и вписалось, и все было рассказано, и все было понятно, хотя, может быть, диалог в тронной комнате, может, где-то кому-то показался, ну, замудренным, но он, наверное, замудренный только для тех людей, которые не pay attention, кто не обращал внимания, кто смотрел вот как-то на заднем плане, может быть, тогда осталось что-то непонятное, но мне показалось, все арки закрыли, каждого персонажа закрыли, у каждого историю, линию закрыли, даже ту судьиху, да, закинули вот в этот вот мир, и там показали, да, под ней, когда ветер подул, и там та же самая надпись, что из TVA, объяснили полностью с вот этим величином, что на самом деле оно всегда взрывается, оно как вот этот вот предохранитель, когда перегружается основная линия, оно взрывается. Интересно, не знаю, я получил, спасибо, во-первых, всем тем, кто продолжал писать в комментариях твистер закончил смотреть лодки, последние серии классные, я вынужден признать, что последние две серии это на самом деле вот замечательно. И я вот честно думал, на третьей серии это вот тот момент, где я хотел дропнуть сериал. Четвертую серию я еще смотрел так по инерции, но я уже не собирался возвращаться. И такое бы прошло бы мимо меня. Ладно, жду вас в комментариях, особо так расписываться здесь не хочу, жду вас всех в комментариях, кто уже посмотрел, давайте поделимся нашими впечатлениями, эмоциями, кому что понравилось, кому не понравилось. Хочу сказать огромное спасибо нашим спонсорам, которые поддерживают канал, спасибо большое, что не кидаете, не оставляете, что чеканную монету в дядю Волу кидаете. Все, в моих планах таки сделать наверное обзорчик на Маяк 23, посмотрим, зайдет, не зайдет, время покажет, соберутся просмотры, будем делать дальше, не соберутся, ну что, по крайней мере попробуем, и обзорчик будет сразу на первую и вторую серию, так что если вы посмотрели Маяк 23, ждите, скоро будет. Все, а на этом обзор, разбор, дозор окончен, всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok